Денис Александрович Бурштейн Я считаю, что это колоссально важно, что это колоссально важно, и для меня это очень важно, мне это страшно интересно. Вы знаете, я бы вот с такой, как ни странно, педагогической стороны этого дела, потому что я постоянно встречаюсь с такой вот интересной очень историей. Вот какие-то проблематичные эпизоды, проблематичные места с точки зрения именно аппликатуры встречаются, так сказать, постоянно в произведениях самых разных стилей. И я спрашиваю у своих учеников, а какими пальцами вы играете здесь, и какими пальцами вы играете здесь. На что я очень часто получаю, то есть в ответ некоторые недоумения, и ответ не знаю, но сейчас посмотрю, какими я пальцами это играю. Вот, ну то есть ясно, что довольно часто люди совсем не приучены, в общем, об этом размышлять, не приучены об этом думать. А мне кажется, что, ну безусловно, то есть даже не кажется, я просто уверен, что в аппликаторе нужно думать, нужно уметь об этом думать. И кроме того, это, ну, интереснейшая вообще сфера, абсолютно творческая, потому что, ну, здесь действительно наши возможности вот в этой сфере на нашем инструменте просто неисчерпаемы. И многие вот ученики, многие студенты, в общем, даже об этом не подозревают, насколько можно, так сказать, насколько можно здесь много интересного найти, вовсе не только в плане, ну, облегчения каких-то, так сказать, пианистических задач, хотя и это тоже, когда можно сыграть гораздо более удобной аппликатурой и, так сказать, не сражаться с витринными мельницами, а просто найти, так сказать, оптимальный какой-то вариант аппликатурный. Вот я замечаю, что об этом очень мало кто думает, об этом мало кто заботится, и это очень грустно, вот это грустно, это неправильно. Я бы привел такой пример. Вот мы знаем, что вот одна из самых лучших для меня просто, пожалуй, самая такая важная в творческом отношении редакция «Сонат Бетховена», это, конечно, редакция Артура Шнагина. И, помимо всего прочего, вот интереснейшие аппликатуры мы видим в «Сонатах Бетховена», вот в редакции Шнагеля, интереснейшие аппликатуры, ну, кстати, аппликатуры редкие самого Бетховена, это отдельный вообще разговор. Так вот, аппликатуры Шнагеля – это отдельная поэма, потому что начнем с того, что он писал их по собственному словам вовсе не для того, чтобы играли его пальцами. Когда я об этом говорю, ну, люди очень удивляются и даже мне не верят как-то, но действительно в своих лекциях где-то в Америке он об этом говорил, что я писал свои аппликатуры вовсе не для того, чтобы мы ими играли. А действительно, в общем-то, в каком-то смысле придумать для другого человека, тем более гипотетического, аппликатуру – это все равно, что, так сказать, за него поесть. При всем желаниям это очень трудно сделать, потому что у всех очень разные руки, разный, так сказать, уровень пианизма, разная растяжка, не знаю, разная ладонь и так далее и тому подобное. Вот, речь здесь, конечно, идет совсем о другом, аппликатуры Шнагеля всегда соответствуют его замечательному, всегда замечательному и творческому пониманию авторской, то есть бетховенской, бетховенских штрихов, бетховенской артикуляции, да, строению фразы. Бетховенской фразировки, и поэтому Шнагель и говорил, что, когда его спрашивали, а для чего тогда вы пишете эту аппликатуру? А для того, чтобы человек задумался, а почему здесь так? Да и вообще, мне кажется, что Шнагель свою редакцию в большой степени сделал так, для того, чтобы мы начали немножко думать, и чтобы мы немножко начали с этим общаться. То есть у нас есть возможность таким образом общаться и с бетховеном, да, и с таким гениальным исполнителем, гениальнейшим, на мой взгляд, величайшим исполнителем бетховена, каким был Артуш Шнагель. Назовем это осмысленная аппликатура, аппликатура, которая напрямую связана со смыслом того, что произносится в данном месте, в данном такте, в данной фразе, да, вот это, вот это замечательно. И этому, конечно, я всегда учусь у Шнагель. Аппликатура при всем при том такая субстанция чрезвычайно индивидуальная. Чем интенсивнее человек играет на инструменте, в частности на нашем, тем больше он как-то знакомится, во-первых, с инструментом, а во-вторых, с самим собой, со своими руками, да, и это замечательно, когда, ну, на каком-то этапе уже человек может сказать, что здесь, наверное, это для меня будет так, да, и какие-то индивидуальные аппликатуры, какие-то, ну, даже если хотите, аппликатурные привычки, ну, хорошо бы, чтобы они были хорошие, конечно. Ну, безусловно, безусловно, безусловно. Ну, вообще, конечно, опять же, бывают разные типы пианизма, и очень разные пианисты. Ну, действительно, я знаю таких замечательных пианистов, которые, в общем-то, ну, которые настолько одарены, или, может быть, даже просто гениально одарены. Такие случаи бывают, когда не нужно, не нужно им как-то особенно думать об аппликатуре, или, во всяком случае, на каком-то этапе своей жизни творческой им уже это необязательно, да, вот. Но, с другой стороны, вот смотришь, допустим, ноты, которым играла, допустим, Мария Израильна Гринберг, вот такая гениальная пианистка, гениальный, я считаю, музыкант, и там очень много аппликатурных каких-то идей, ее это очень интересовало, и замечательных, я уже не говорю о смежной теме, да, то есть теме переложений, но это же связано с аппликатурой, то есть распределение текста. И, кстати сказать, соната Бетховена, она это очень много сделала, очень мудро, ну, как и все, что делала эта замечательная женщина, очень мудро, очень умно, и очень, очень здорово это, это действительно впечатляет. Кое-что было из этого опубликовано, вот вторая соната вышла в сборники, когда-то в сборники Волгоград, но не об этом речь, да, вот просто, конечно, конечно, это колоссально важно. Знаете, Оля, я еще что хотел сказать, что тема-то это безразмерная, бездонная, конечно, и, конечно, здесь, наверное, интереснее о какой-то конкретике поговорить, но это уже очень долгий действительно разговор, и какие-то подобрать, придумать интересные примеры, вот. Но об этом и много написано, хотя об этом интереснее именно говорить. Читать скучно, вот, интереснее за роялем это делать, естественно, само собой. Ну, правда, читать об этом то же самое, что читать о еде тоже, ну, как-то, да, лучше уж съесть. Понимаете, а при этом, ну, мне постоянно попадаются в мастер-классах тоже люди, очень играющие, играющие какие-нибудь там, очень лихо играющие трансцендентные тюды листа, но которые первый раз слышат, что вообще очень удобно, например, пропускать четвертый палец в тетрахорде, ну, в гамма-образной последовательности, то есть сыграть до, си, моль, моль, соль не с пятого по второй палец, а с пятого по первой пропуская четвертый, то есть пара пятый-третий, да, ну, так сказать, в общем-то, штамп аппликатурный всем хорошо известный, но, тем не менее, оказывается, тоже он, ну, не все это знают, не все это используют. То есть не все студенты задумываются о значении аппликатуры? Ну, абсолютно. Какие-то барочные принципы аппликатуры, опять же, да, вот мы немножко в большой степени многие пианисты в плену, но таких устоявшихся и вполне хороших, и замечательных в своем роде представлений о позиционной аппликатуре, о смене позиции через так называемое подкладывание первого пальца, хотя, может, сам этот термин мне не очень нравится, но это не важно. Очень редко студенты к этому прибегают или даже как бы не подозревают о том, что это, так сказать, возможно, хотя у того же баха огромное количество последовательностей, где, кроме как перекладывание, по-моему, и не нужно играть. Да, так вот, да, конечно, и у Муджеллини стоит аппликатура с подкладыванием первого пальца, как-нибудь так, да, вот, ну и вроде все нормально. Ну, конечно, конечно, здесь самым естественным будет, да, перекладывание длинного пальца через в данном случае перекладывание третьего пальца через четвертый. И так далее, и до бесконечности. Это очень часто встречается. Более того, я бы даже так сказал, что вот эти, да, старинные аппликатуры, они сначала вызывают в, ну, в старинных совсем, там, испанских трактатах, да, сначала думаешь, это какое-то сумасшествие или какая-то ошибка. Гамма играется вот так. А это же замечательно совершенно, не говоря о том, что это, парадоксально, не говоря о том, что это, парадоксально, совпадает с одним из упражнений Анны Абрамовны Шмешкловской, да, вот когда вот человечек вот ходит по роялю, замечательное совершенно упражнение, а почему вы по роялю действительно не походите так? Да, и это очень удобно, и это очень естественно. Да, то есть, таким образом, суммируя сказанное, я бы так сказал, что мы часто находимся действительно и здесь, в этой сфере, в сфере аппликатуры, в плену каких-то стереотипов, да, в плену каких-то штампов, стереотипов, и здесь можно очень многое, мне кажется, найти. Ну, мне кажется, что на каком-то этапе, на каком-то этапе это колоссально просто важно для всего, не только для того, чтобы играть на сцене, но вообще для развития пианиста, научиться немножко этим, вообще интересоваться этой сферой, немножко что-то для себя там найти, потому что, вот я еще раз говорю, ну, знакомиться с собственной рукой, руками, или на самом-то деле играем, но мы не руками, конечно, это все находится в голове, да, но вот знакомиться с собой и как-то что-то о себе узнавать, потому что и так можно и вот играть, играть, но ничего о себе и не узнать. Вот такой получился выпуск, всего доброго, смотрите записки пианистки, до свидания.